Это нормально? Когда человек встает на путь истины, то его никто не понимает вокруг. Так было всегда в этом мире, что если человек идет вверх, его никто не понимает. Мало людей в этом обществе, кто ищет истину. Когда разум меняется человека в сторону развития, то, понимаете, все общество находится в страсти. В них разум статичный. Статичный означает неизменный. То есть статичные устои общества. В данном случае какие устои? Аморальные в основном. Статичные аморальные устои – это культурное пьянство в скобках, культурное слово в скобках – пьянство. Дальше разврат, культурный опять же, культурный разврат. Дальше – это отсутствие глубоких отношений в семье, отсутствие работы над собой, внутренней жизни, то есть молитва, отсутствие – это то, как живет сейчас общество. Человек, когда начинает всеми этими вещами заниматься, интересоваться, то его никто не понимает, потому что разум перестает быть статичным, он начинает двигаться. А разум изменяется, все вокруг человека меняется. Меняются друзья, знакомые, окружение, понимание – все меняется. Телевизор его уже не устраивает, ему нужно что-то другое смотреть. Его не устраивают рестораны, в которые люди обычные ходят, его не устраивает это общество, которое его окружает. Ему нужны другие отношения, более высокие. И пока он не нашел себе вот этот новый, новых людей для общения и так далее, ему будет тяжело, плохо. Он должен также поменять свои отношения с теми людьми, которые раньше ему были очень близки. Он не сможет уже с ним строить очень близких отношений в этом случае. Он должен их любить, но он должен знать, как любить разных людей. Если человек не стремится к истине, то его надо любить, но не надо с ним строить очень близких отношений, потому что это будет приводить страданиям обоих. Любовь – это отдавать. Любовь не означает обмениваться, это отдавать всегда. Мы можем обмениваться любовью только с Богом. Даже муж с женой должны отдавать в любви. Не обмениваться, как мы думаем, а отдавать. Потому что обмениваться означает, я тебе что-то сделал и жду назад. А вот это «жду назад» как раз и является камнем преткновения в отношениях. Потому что от человека невозможно дождаться столько же, сколько мы для него делаем. Это невозможно. Поэтому наступает страдание в результате. Это глубокая очень тема. Но молодому человеку я хочу сказать такую вещь. Если ты не знаешь, где работать, надо работать над собой. Потому что мужчина, который не знает, куда ему идти в жизни, он должен работать над собой. А работать над собой для мужчины также означает где-то работать. То есть мужчина должен где-то работать из чувства долга. И должен при этом работать над собой. То есть он должен соблюдать режим дня, закаливаться, делать упражнения какие-то, которые его тренируют как личность. Должен молиться и где-то работать. Потому что труд развивает разум. Если он сидит дома просто, то он не сможет развиться. Так же, как женщина, которая не вышла замуж, она должна постоянно работать над собой. И при этом постоянно о каком-то заботиться. Потому что разум женщины развивается в заботе. Если женщина просто как растение живет, она никому ничего пользы не делает, не готовит, не убирает, не стирает, не заботится, это значит, что она неразумная. У нее нет силы счастливо жить в этом мире. Надо эту силу копить с помощью труда, женского труда. Даже если женщина очень много трудится где-то на работе, но при этом не заботится ни о ком, то она неразумная. Она тратит зря свое время, и она не будет счастлива в жизни. Она будет зря просто проводить время в своей жизни. Несчастная будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова